На досрочном голосовании в Саратове избирательные комиссии вносили данные в систему газвыборов. Мы отобрали рекордсменов. И сегодня с утра я объехал эти избирательные комиссии с целью перепроверить, действительно ли там высокая явка. Потому что наши наблюдатели, наши доверенные лица, уполномоченные от избирательного объединения, вели параллельный подсчет и заявили, что он даже приблизительно не соответствует тому, что внесено в газвыборы. С боем очень трудно, но я смог добиться пересчета. И лично вслух пересчитал, соответственно, те данные, записи, которые были в книгах избирателей. Выяснилось, что в два-три раза они, собственно, завышены в системе газвыборов. То есть там, где, например, избирательные комиссии номер 62 по системе газвыборов якобы проголосовало 798 человек, а в реальности даже 400 не проголосовало. На 66-й комиссии вроде бы 717 по газвыборам, а в реальности 260. На 67-й избирательной комиссии 654 проголосовало, по их данным. А в реальности, считая книги избирателей, там проголосовало 200 небольшим человек. Значит, то избирательная комиссия присутствовала при этом, председатель лично, да, все это дело видела. И, собственно, разводят руками, они не понимают, как так происходит, и, ну, они, по крайней мере, заявляют, что не знают, как происходит, но обещают, что будут в этом разбираться. Но, естественно, доверия им нету. Я поехал в территориальную комиссию, председатель Кошкина сказал, что будет брать объяснение. Поехал в областную избирательную комиссию, там якобы заявили, что тоже будут принимать меры. Но настораживает тот факт, что каждый, соответственно, из председателей высшивающей комиссии, перед тем, как задавать вопросы, что произошло, говорит, а кто вам дал списки, а кто вам позволил это считать. Я говорю, вас интересует, как я это считал, или что получилось в итоге. Нет-нет, конечно, нас интересует, что получилось в итоге. Но, собственно, будем оформлять сейчас жалобы, заявления. Это основание заявлять, что выбор сфальсифицирован, что ночью туда забросили бюллетени, или их будут забросить в течение дня. И ближе к вечеру, после обеда, этих людей впишут в списки избирателей. Почему не вписали сейчас? Потому что они просто могут прийти на избирательные участки, и возникнет конфликт. Люди зададутся вопросом, кто за ними расписался. Комиссия, конечно, скажет, что это просто техническая ошибка, что не в той строчке запись. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что это фальсификация. Мы написали от имени наших наблюдателей и уполномоченных избирательного объединения. Я написал в территориальную комиссию, буду сейчас писать в областную комиссию. Что происходит? Отойдите от меня. Еще раз, отойдите от меня, дайте я пройду. Давайте я ознакомлюсь со списком. У вас бюллетени. Обычные бюллетени. Обычные. На, или это полотно. Все наши у вас. При ваших. Откройте мне, пожалуйста. Нет, без вами, открывали. Еще раз, вы туда что положили? Сколько раз я сегодня открылся? Сколько раз? Уважаемые кандидаты, передвижения в органы избирателей. В целях спровоцировать, это все делается умышленно. Пришли люди, которые ранее посещали этот участок, доверенные лица от другой партии, пришли. И здесь начался вот этот, даже сказать, конфликт. Началась вот эта провокация Николая Николаевича. Понимаете, он обращался к председателю участковой комиссии, чтобы просто пообщаться, зарегистрироваться. И как это делали другие кандидаты, которые приходили ранее? Я не знаю, что его не устроило. Это он сразу заходит и начинает вот так кричать. Что кричал? Я даже не вспомню, что он кричал. Потому что он кричал очень много. Его вся вот компания тоже кричала, поэтому был шум. И поэтому было сложно вообще разобрать даже, что он хотел. Он требовал открытия сейфа с бюллетенем, на что он не имел права. Кричали, а он ушел. Фоном и не начало это сразу мне дыхать в лицо? Нет? Вот так вот. То есть вот так это нормально? То есть это вы считаете, что это нормально, да? Было. Председатель комиссии Марина Юрьевна убрала все бюллетенцы со стола, книги, закрыла в сейф. И на столах избиратели не могли голосовать. Минут сорок в районе часа это происходило. Видеофиксация с утра пришли, она также была отключена, не работала. Нет, не отключена была. Там было сообщение информационное о том, что начните новое видео. И в тот момент, когда власть это сообщение, к нам пояснили, видео не ведется, видеофиксация. Поэтому ночью непрерывной съемки не было. Это грубое нарушение. Да, и на протяжении всего не отключается. Сохрана бюллетеня осуществляется именно тем, что ведется непрерывная видеофиксация. Она не велась, получается. Три дня мы просили устранить данные технические неполадки, устройства. Писали жалобы. Сначала нам не признавали, сегодня нам признали этот факт, но оставили без рассмотрения данную жалобу. Ну, в плане проходной он вот только сегодня стояли на том, чтобы его укрепили, потому что выход есть и черный вход. Согласие, мы просили три дня. Три дня, чтобы эту дверь закрыли. Я первый раз об этом сообщили. А до этого вы пользовались этим ходом точно так же, как и все. Я не пользовалась этим ходом. И я хочу сказать, что просили, что замков на самом деле здесь нет. Видите, она прям свободная. Ну, на самом деле, если дверь, она не зафиксирована на ночь, вот таким вот образом остается здесь все-таки документы государственной важности, правильно? Вот. И такая же дверь вот абсолютно с другой стороны, что ее иск возникло, и все вот эти пломбы могут слететь в любой момент. Продолжение следует...